У меня тема такая. Интернет-реклама, разбор полетов. Разбор полетов потому, как буду говорить об ошибках, которые на разных этапах рекламной кампании допускают маркетологи и руководители отделов маркетинга. Значит, то есть план у меня, моего доклада будет соответствовать, так сказать, этапом рекламной кампании, значит, это от постановки цели и заканчивая оценкой эффективности прошедшей рекламной кампании. Значит, что касается вот первого пункта, постановка целей. Этот пункт, он ключевой для любого бизнес-процесса. То есть, если цели правильно прописаны в начале, если вы как бы правильно определились, что же не хватает вашему бизнесу, это, наверное, 50% на пути к эффективной рекламе, к эффективной рекламной кампании. Значит, задачи, какие обычно перед собой кампании ставят, это повысить продажи, либо удержать текущий уровень продаж. Но это всего лишь верхушка айсберга. То есть, как правило, что-то не то с продажами – это всего лишь симптом. То есть, когда это симптом, мы должны искать причину. Если мы найдем причину, почему у нас падают продажи, и либо они не растут, либо там как бы у нас стагнация происходит в кампании, то тогда мы решим, наверное, огромное количество проблем. Мы избежим огромное количество проблем в создании рекламы. Значит, какие могут быть причины того, что что-то не то происходит у кампании с продажами? Это может быть потребители не знают торговую марку, потребители не знают, что ваш продукт надежный, долговечный, хороший, новый, любой. Ну вот какие-то вы себе определяете характеристики продукта, важные для потребителя. Потребитель может просто не знать о том, что этот продукт такой. Может быть проблемы с имиджем кампании, и даже если вы сделаете там 30% скидку на товар, но все знают, что у вас там что-то не то с продукцией, там плохого сырья сделано, там подозревают, хотя это может быть и не так, то может быть дефицит квалифицированных кадров. Вполне возможно, что в магазине недостаточно хороший персонал. Бывает такое, что в компаниях из-за недоработок дилерской сети товара просто нет в наличии. То есть как ему расти продажам, как поддерживать текущий уровень продаж, если товар просто в магазин и вовремя не доставляется. То есть сначала мы начинаем с аналитики своего бизнеса. То есть не просто думаем, а что-то у нас с продажами, а давайте-ка мы сделаем рекламу. То есть это подход не тот. Главное правильно поставить диагноз. Переходим ко второму пункту. Когда мы определили, какую проблему мы решили, какую проблему мы должны решить с помощью интернет-рекламы, мы должны найти, как нам выйти на целевую аудиторию и скоммуницировать на нее нашу рекламу. Значит, какие каналы мы для этого используем? У нас в интернете на данный момент 4,6 миллиона человек. Это аудитория в возрасте старше 15 лет. Данные декабрьские. Сравниваем аудиторию крупных интернет-ресурсов с аудиторией телеканалов. Крупные интернет-ресурсы вот здесь. То есть идет 6 основных телеканалов и потом интернет-сайты по аудитории. Когда сравниваем с радио, вот здесь, по аудитории радиостанции все, по месячному охвату аудитории, они уступают интернет, крупным интернет-порталам. Я не говорю здесь про социальные сети, потому что вот сюда же можно было бы отнести и социальные сети. Просто социальные сети – это немножко не совсем сравнимый с телеканалами или радиостанциями источник информации, то есть у них своя специфика. Я говорю вот именно о медиаканалах. Значит, стоимость контакта. Данные 2012 года. Вы можете видеть, что наружная реклама расценивается как наиболее дешевый по стоимости контакта медиаканал. Но тут есть нюансы в просмотрах. То есть встает вопрос в качестве контакта. Если мы говорим о телевидении, то я думаю, что, наверное, подавляющее большинство из вас в большинстве случаев выключает звук, когда транслируется реклама или выходит из комнаты. То есть тут такие есть нюансы по качеству контакта. Как мы видим, интернет уже у нас недорогой и вполне заслуживает, чтобы конкурировать с телерекламой по стоимости контакта. Значит, у интернета есть такая важная характеристика. Он наиболее гибкий по скорости и по стоимости для рекламной кампании канал. По оценкам, если речь идет о телевидении, то самый простой, на коленке сделанный, что называется, ролик, он потянет от 5 тысяч долларов в производстве. В других медиа, вот вы видите здесь, что интернет, он и по скорости, и по цене, нижнему порогу бюджета на такую нормальную рекламную кампанию, то есть не на один выход, а именно на рекламную кампанию, он наиболее гибок и удобен для использования. Значит, ну и в связи с тем, что у интернета достаточно много преимуществ по сравнению с другими контактами, постепенно рекламодатели приходят именно в интернет, его доля в медиа, как получается, в бюджете, в всем рекламном бюджете, который в Республике Беларусь тратится на рекламу, постепенно растет. Причины – большая аудитория, уже сравнимая с телеканалами, качественных СМИ у нас немного, в интернете можно эффективность рекламной кампании отслеживать постоянно, и сейчас в интернете рекламодатели гонятся за аудиторией с высокой платежеспособностью, которую другими телеканалами охватить достаточно сложно. То есть наличие доступа к интернету, оно уже в принципе небольшим, таким не совсем корректным, не совсем точным, но фильтром является для того, чтобы определить более аудиторию с чуть большей платежеспособностью. И также у интернета это интерактивный медиаканал, и у него огромный потенциал в плане использования ее для нестандартных рекламных кампаний. Значит, по статистике использования интернета, это сравнение нескольких стран. Значит, вы можете увидеть, что в Беларусь она еще пока немножко недооценена рекламодателями в плане использования интернета. То есть вы видите, что вот последняя колонка, она показывает, что это сколько долларов в среднем в стране приходится рекламных затрат на человека в интернете. То есть если в Беларуси это 1,8 целых, то, как мы видим в России, это около 33 долларов на человека в затраты бюджета. В России тратится почти 2 миллиарда долларов на интернет-рекламу. Ну, соответственно, тут, конечно, играет роль то, что масштабы страны другие, но в общем и целом показатель затрат на одного человека населения, вы видите, то, что имеем, то имеем. Значит, при выборе медиаканала на что мы обращаем внимание? Это охват аудитории, в соответствии аудитории сайта определенного, вашей целевой аудитории. Есть такое понятие, как аффинитивность. То есть, например, в Беларуси, грубо говоря, в интернете 50% женщин. У вашего товара целевая аудитория женщины. И вы ищете сайты, где наличие женщин в аудитории будет больше 50%. То есть, значит, интерес у белорусской аудитории среди женщин к этому сайту будет гораздо выше. То есть, такие вещи. Таргетинг тот же. Это когда реклама, можно размещаться в одном и том же месте, например, на титульной странице Тутбай, но реклама может показываться только нужным вам людям. Например, в возрасте от 30 до 40. Или только женщинам, или только мужчинам. То есть, такая опция. Стоимость контакта с аудиторией. У разных сайтов она варьируется. Качество контакта. То есть, надо смотреть. Тут уже можно смотреть, нестандартная это реклама, или более стандартные варианты баннеров, какие-то такие вещи. Можно ли на сайте нестандарты делать? Можно ли там делать интерактивные рекламные кампании? И сочетаемость каналов между собой. Если взять тот же пример с женщинами, то, например, в Беларуси, таких в белорусском интернете, это около полутора миллионов женщин. В возрасте платеж сплошопных 25-55 лет. То есть, источников в женских сайтах их достаточно много. Аудитория у них, она вот сочетается приблизительно вот так. То есть, у них есть небольшие кусочки общей друг для друга аудитории. Но большинство женщин ходит, например, на какой-то один ресурс. То есть, они выбирают один какой-то ресурс. Другая часть женщин – другой ресурс. Третья часть женщин – третий ресурс. Поэтому, что касается женских ресурсов, то можно, например, использовать сразу много, чтобы повысить охват женской аудитории в Беларуси. То есть, вот такие вещи надо тоже проверять. Переходим к третьему этапу. Это этап создания рекламного сообщения. Вот я в прошлый раз на этом останавливалась более детально. Сейчас постараюсь как бы более, значит, как бы напомнить вам. Значит, обычно по одной из классификаций рекламу делят в зависимости от тех задач, которые она должна выполнять. То есть, первая задача – это поработать с имиджем торговой марки. Вторая задача – поработать с самим продуктом, проинформировать о нем, подчеркнуть какие-то характеристики. И третья задача – убедить человека купить. В связи с такой классификацией выделяют три типа рекламы. Это имиджевая, продуктовая и торговая. И в связи с таким подразделением реклама, она как бы разная получается. Мы разные параметры при создании тех же рекламных баннеров, мы разные параметры используем. В имиджевой рекламе мы используем атрибуты торговой марки, в продуктовой характеристике самого продукта и в торговые условия покупки. Ну, тут главное не смешивать. Потому как реклама, в которой речь идет о скидках, о торговых предложениях, ну, в принципе, имиджевой может быть, ну, практически не может быть. Потому как, ну, если мы говорим о каком-то имидже, о какой-то там характеристике самой торговой марки, тут говорим, что вот, как бы, вот скидка. Ну, это уже немножко не тот вариант. Значит, и вот в качестве, там, не знаю, отступления, я хочу показать вам баннер. Вот, например, недавно у нас размещался на сайте, который выбивается из общей колеи, то есть сразу привлекает внимание. Это к вопросу о том, насколько креативной должна быть реклама. То есть вот такие вот вещи могут быть. То есть она отличается, она выбивается из всей рекламы, которая была на этом месте, размещалась там месяцами, да. Вроде как ничего гениального в ней нет. Ну, как бы, внимание привлекает. Там она получается в три, в три, как бы, там движущиеся изображения, то есть флеш, и оно меняется, и получается вот два, это три скрина разного. Рекламируется сайт по безопасной, консультации по безопасному выезду за границу. Вот. Ну, как бы, в плане креатива об этом можно рассказывать очень долго и очень пространно. Я об этом сейчас останавливаться не буду, но, как бы, тут главное найти серединку, чтобы ваш креатив не затмевал то сообщение, которое призвано вашей рекламой нести. Значит, сейчас хочу обратить внимание на такую форму интернет-рекламы, как статьи и новости. Значит, здесь очень большую роль играет заголовок. Я предлагаю вам, что называется, поработать сейчас самостоятельно. На листиках пронумеруйте, пожалуйста, по вашему мнению, какой из этих заголовков будет больше привлекать к себе внимание, на какой люди будут больше всего кликать и открывать статью, чтобы потом уже почитать статью. Вот. Я могу прочитать, если как бы плохо видно. Нет? Пронумеруйте. Вот попробуйте. Поинтуитивно, как бы, как получается у вас. Пару минут. А. Где самые низкие цены на ноутбуки и телефоны? Б. Дипломы лучшим? С. Фондорин или пьяная стерлядь? Что читают этой осенью? Д. Как юристам попасть на воркшоп по решению инвестиционных споров генеральным секретарем чего-то там? Е. Праздник, который создаем мы. Ф. Рынок недвижимости после кризиса, тенденции и результаты на третий квартал 2012 года. G. Сколько на самом деле зарабатывают в Беларуси? Прими участие в общем инициальном опросе. И H. Какие ресурсы станут самыми дорогими к 2020 году? Вот. Готовы? Вот. Вот этот вот, это самый плохой заголовок. Ну, эту новость меньше всего читали. Кто-нибудь угадал? Это заголовок Е. Праздник, который создаем мы. Он на последнем месте. Кто-нибудь угадал? Никто? Что? Да, он на последнем месте. Теперь я в порядке возрастания популярности новостей. Это все рекламные новости, которые в реальном режиме, они действительно размещались в одной рубрике. Я специально взяла как бы не совсем свежие новости, чтобы не смущать, если вдруг кто-то узнал, чья это новость. То есть это все рекламные новости. Я сейчас в порядке возрастания популярности буду показывать. Кто может сказать, почему новости 7 и 8 заняли такие места? Непонятно про что. У шестой проблемы в том, что она понятна про что, но она нацелена на очень узкую аудиторию, которую в принципе в Беларуси целевой аудитории этого продукта, который рекламируется, она очень узкая. То есть это одна из ошибок, которую обычно делают рекламодатели. Когда они используют канал с широким охватом, а у них аудитория, ну допустим, от силы тысячи человек. То есть это скорее всего уже даже будет B2B бизнес. То есть это не массовый канал должен использоваться. А первая и вторая новость. Кто может объяснить, почему они заняли такую позицию? О наболевшем. Вы знаете что? Вот с этим кейсом он был показан до этого еще на двух мероприятиях. Одно мероприятие было состоящее в основном из профессиональных маркетологов. Второе мероприятие было аудитория приблизительно, наверное, по составу такая, как ваша. Знаете, какое отличие было интересное? У маркетологи все прицепились почему-то к длине заголовка и оценивали популярность новости именно по длине заголовка. То есть никто ничего не угадал. Это была большая загадка, потому что во второй группе, где люди были не совсем связаны с маркетингом, то есть там доля маркетологов аудитории была значительно ниже, ну как-то вот они сразу увидели эту тенденцию о социально наболевшем и сразу как бы разгадали, в чем дело. Ну, собственно, вот как у нас в аудитории получилось тоже. Угадайте, вот посещаемость новости номер один, количество прочтений, если сравнить с номером восемь, то какая разница будет во сколько раз? Двадцать три раза. Ну вот, как бы первая новость, она такая очень-очень социальная, да, то есть очень о наболевшем. Вот для чистоты эксперимента сравнили вторую и последнюю новость. Тринадцать раз. Вот когда мы говорим о прочтении новости, о создании качественного новостного контента, о именно новостной рекламе, о пиар-статьях, то есть тут заголовок, это очень важно. То есть это фактически там, ну практически, то есть если не зацепил заголовок, то в новости не пойдут читать. Вот, и это многократно повторяется, то есть видишь, ну вот такие вот всякие интересные вещи. Значит, мне, мой коллега, когда увидел вот предыдущий слайд про не смешивать, и вот этот слайд сказал, что у меня очень высокое содержание алкоголя в презентации. Ну, это водичка, это не алкоголь. Значит, сейчас расскажу, как повышать эффективность рекламы, если не работают стандартные каналы. Можно использовать брендирование. Оно используется, ну, как бы, достаточно просто. Значит, ну, например, это стандартный контент сайта, вокруг делается подложка. Иногда какие-то элементы бренда вписываются в сам контент, то есть какие-то там названия рубрик могут быть с элементами бренда или еще что-то. Вот, как вы думаете, ну, как бы, разница, да, между размещением стандартного баннера и брендированием? Насколько в эффективности будет? Вот мы сравнили, мы сравнили, это, как бы, ну, там зависит. Значит, мы сравнили CTR и стандартного баннера, да, и это сколько, ну, соотношение просмотревших к кликнувшим, наоборот, кликнувших к просмотревшим. Значит, и разница оказалась в 11 раз, да, а цена в 3,5 раза. То есть те, кто используют нестандартную рекламу, они, в принципе, ее отбивают, даже с учетом того, что они потратились на креатив. Ну, и зато ее запоминают. Спецпроекты тоже интересный такой. Я, как бы, решила показать здесь нестандарты, ну, самые простые нестандарты, которые могут быть, да, потому что, ну, с одной стороны, они, как бы, дешевле в исполнении, то есть они, ну, проще в восприятии, и они показывают даже на таких простых вещах, можно посмотреть разницу в повышении эффективности, то есть стандартной рекламы и нестандартной рекламы. Буквально, вот, наверное, перед Новым годом к нам обратился Мирский замок с просьбой помочь. У них на 4 января они раскупались билеты на Венский бал. И, ну, они буквально там в 20-х числах декабря обратились, то есть там уже все горело. Вот. Буквально за один день мы согласовали и запустили на Тудбай конкурс. Конкурс по механике очень простой. Надо было девочкам прислать фотографии в нарядном виде. Значит, и, как бы, там концепция была такая, почувствуй себя принцессой, значит, и выиграя билеты на Венский бал. Значит, очень простая механика, очень просто все в исполнении, запускается, там, две новости делаются, в одной новости одна новость анонсирует, вторая новость, в ней голосование происходит. По посещаемости этих новостей, вот средняя статистика, да, они все выходили в рубрике лезий, а по посещаемости они в 2-3 раза превысили стандартную статистику по рубрике. То есть, фактически, там, при тех же самых затратах на эти новости, эффективность, вот за счет того, что требуется какое-то действие, интерактивность, элемент интерактивности вводится, эффективность повышается. Вот. И тут еще важен такой момент. Чем проще механика конкурса для потребителя, для пользователя интернета, тем он более популярен у аудитории. То есть, прислать фоточку, прислать видео, где там танцуешь, поешь, или еще что-то, там, фокус показываешь, оно просто, то есть, оно пользуется. Причем фоточки будут пользоваться больше спросом, чем видео, потому что видео снять сложнее, видео еще надо придумать, что там сделать. Вот. А штучки такие, как, например, там, хотели мы запускать, ну, запускали конкурс перед Новым годом, ну, для своих собственных нужд, просто для пользователей, поздравление, поздравь страну с Новым годом, они были востребованы очень мало, потому как там надо было показать, как ты думаешь, то есть, как ты поздравишь страну, что ты им скажешь. То есть, это не просто сплясать, станцевать, фокус показать, да, а надо что-то прописать, подумать, что сказать. Вот. Он совершенно не зацепил аудиторию. А прислать фоточку в нарядном платье для девочек только в путь. И, кстати, с этим конкурсом очень смешная история получилась. У меня знакомая, не зная тем, что я этим занимаюсь, не зная о том, что я как бы занималась этим конкурсом, прислала мне ссылку на Фейсбуке, чтобы я пошла и прогасловала на нее в этом конкурсе. То есть, эти ссылочки гуляли по интернету. Все девочки, которые там участвовали, их было там, наверное, около ста, они пускали это везде, по всем социальным сетям. То есть, плюс ко всему, что эта новость размещалась на Тудбае, этот конкурс получил еще резонанс по социальным сетям, за что рекламодатель не платил. То есть, это пошло само собой. Самое смешное, что у этой моей знакомой, которая прислала мне ссылку на этот конкурс, там была фотография ее, с ее свадьбы. С мужем она уже развелась. То есть, ну, это даже не надо было сейчас фотографию делать. То есть, это фотография двухгодичной давности. А билеты, да, билеты продались? Билеты продались. Билеты продались. Более того, получились, ну, на это мероприятие билеты продались. И, как бы, достаточно большое количество людей узнало, что в Мирском замке проводятся балы. Не только такой венский бал, а вот там разные, есть для деток, еще там какие-то, вот они там перекрестные ссылочки давали. Прямо в этой новости внизу было указано, что это приз от Мирского замка, билеты на бал, что есть еще вот такие балы, там все это было указано. Ну, то есть, задачу мы решили. Ну, что называется, малой кровью и достаточно быстро. Вот. И теперь перехожу к следующему пункту. Это контакт с аудиторией. Значит, а что потом? То есть, разместили мы баннер, разместили статью. А что у нас потом? А потом у нас страница приземления, landing page, так называемая. Если вы размещаете продукт, рекламируете продукт, и у вас ссылка идет в непонятно куда, на непонятное место, да, то есть это какой-то общий, там может быть, титульная страница вашего сайта, это снижает эффективность того, что этот человек купит этот товар. То есть, если вы рекламируете конкретный товар, то у вас ссылочка должна идти на подробности об этом товаре. Рядом с этим товаром, с подробностями об этом товаре, вы можете указать, что еще к этому товару, грубо говоря, к пылесосу, есть вот эти мешки для сбора мусора, есть там вот эти насадки, есть там так далее. И вот он может выбрать себе. Либо там, если у вас это, не знаю, там, какие-то косметические товары, то если это крем для лица, то к нему подходит там тоник, смывка, там еще что-то. То есть, вот такие вещи. Как правило, рекламодатели это не учитывают. Не так давно размещался литовский гипермаркет, который вел, ссылка у которого была на сайт на литовском языке. Размещались в Белоруссии. На сайте не было даже возможности переключиться, не то что на русский, на английский даже не было возможностей. То есть, это вот ошибка. То есть, можно правильно сделать баннер, можно правильно его разместить, но вы должны позаботиться о том, что у вас происходит потом. Чем проще у человека, ему потом сделать эту покупку, тем лучше. То есть, баннеры, даже если речь о имиджевой рекламе, баннеры должны быть кликабельные. Они должны, в статьях тоже должны быть ссылки присутствовать на торговую марку. Ссылки именно туда, на то, что рекламируется. На странице должна быть информация, где это можно купить, или если это веб-магазин, то, значит, кнопочка заказать, которая переходит в форму заказа. И, естественно, то, о чем я говорила вначале, то есть, если вы рекламируете товар, то у вас, как минимум, сайт компании должен работать, а товар должен быть в наличии. Потому что регулярно вижу, например, в каталожном размещении, когда рекламируется магазин, переходишь по ссылке, а, извините, сайт временно не работает. И перехожу к последнему этапу, этап оценки эффективности. Здесь самая такая распространенная ошибка, это то, что его делают именно последним этапом. При нормальном построении рекламной кампании о оценке эффективности ее вы должны вспомнить на втором этапе по экс-целевой аудитории. То есть в баннеры прописываются специально коды. Вы должны определиться, по какому параметру вы будете оценивать рекламу. По количеству звонков. Тогда это надо, для каждого сайта вы должны понять, на какой телефон должны эти звонки идти, чтобы отслеживать, какой сайт был эффективнее. И это надо делать не в последнюю очередь, когда уже рекламная кампания прошла, а именно на подготовительных этапах, чтобы понять, как это действует. Я на этом пункте уже подробно не буду останавливаться, потому что после меня через один доклад будет доклад Павла Воронюка, который на оценке эффективности будет остановиться подробнее. Первый вопрос. Первый вопрос. Оценить качество белорусской рекламы в заграничной. И второй вопрос. Белорусские компании чаще заказывают рекламу у нас в стране или в других странах? Вы имеете в виду креативно, верно, да? Смотрите, не так давно услышала от зарубежных специалистов, крупных таких достаточно, что в Белоруссии есть очень хорошие компании, которые делают действительно хорошую креативную рекламу. Они в Белоруссии есть, их достаточно много. Но для нашего рынка их хватает. Но, к сожалению, их услугами этих компаний не всегда пользуются. Я это услышала от Трофимов. Это такой достаточно крупный, известный украинский маркетолог. Он работает не только с интернетом, со всеми медиа, с разными. То есть в Белоруссии есть люди, которые умеют это делать. Есть люди, которые это делают. Но, к сожалению, еще пока не так это сильно у нас распространено. Но я думаю, что тенденции повышения качества рекламы, они сейчас уже видны. И они уже сейчас, как бы мы это видим уже сейчас на наших баннерах, в телерекламе и в других вещах. То есть я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Спасибо, Юля. Еще вопросы? Спасибо за выступление. У меня приходится общаться с владельцами кафе, ресторанов, паров. Они зачастую говорят, что вместо баннерной рекламы и вместо собственных сайтов намного эффективнее, создание страницы группы в социальных сетях. Я понимаю, что, возможно, это вопрос к следующему докладчику. Но с вашей точки зрения, оправдана выгодная ставка на страницы и сообщества в соцсетях вместо баннерной рекламы? По моему мнению, они одно другого не исключают и не мешают. Я не могу сказать, что социальные сети более эффективны, чем медийная реклама. Более того, для этого сектора, наверное, очень эффективна и будет скорее каталожная реклама, когда есть специальные развлекательные ресурсы, та же афиша, которая, когда ты там ищешь место, куда пойти, ты там открываешь список огромный и выбираешь по всем параметрам, какие тебе заведения нравятся, потом уже что-то смотришь дальше. Просто у баннерной рекламы и у социальных медиа у них немножко разная направленность. То есть чтобы в социальной сети активно люди вступали в группу, это должно быть действительно очень что-то интересное, очень что-то цепляющее, очень что-то характерное. То есть вот именно на эмоции бьющее. Потому что люди в социальных группах, они не склонны рекламу перепощивать, рекомендовать там что-то еще делать. Я не могу сказать, что социальные сети – это более эффективный канал, чем медийная реклама, либо и каталожная реклама. Спасибо. Еще? Что вас? А как заплачивать выбрать самая объективная рекламная агенция? То есть у всех вы не похожи как в подио. Но заплачивать еще не куда-то вращаться, а как вы делаете? Вы имеете в виду, просто есть два класса рекламных агентств. То есть это есть те, кто занимается больше креативом, а есть те, кто размещением занимается. Вы имеете в виду креатив, наверное, да? Если креатив, то это смотрится скорее по портфолио, по каким-то… Ну не знаю, с креативом тут все сложно, потому что обычно смотрят портфолио, говорят с людьми, которые непосредственно будут на вас работать. Может быть делаются какие-то пробные работы. Потому что тут как бы как… Ну так, не угадаешь, называется. Скорее смотришь по тем работам, которые это агентство уже сделало. А эффективность у нас очень много. То есть не правда креативно, но зато эффективно. Ну эффективность и креативность тут… Они такие. То есть одно не должно другое заслонять. То есть я за то, чтобы было в рекламе и то, и другое, в равной пропорции. Креативность не должна затмевать. Эффективность, но креативность, тем не менее, должна в какой-то мере присутствовать. Ну опять-таки только именно по работам, по тем, потому как люди скорее вот на встречах, они при выборе креативного агентства, как они себя ведут, как они презентуют идеи, насколько они горят желанием с вами работать. То есть и по их именно репутации на рынке. Спасибо. Еще один на один вопрос у нас время есть. Юлия, выбирайте. Вот с девушкой я уже побеседовала, молодой человек. У нас был треугольник, но в размещении как работает? Никак так, неизвестно. Я, к сожалению, не могу сказать, потому что я не помню, что такое золотой треугольник. Вы можете рассказать, и Юлия вам ответит. Ну либо же отнесем это на круглый стол. Продолжение следует...